Обустройство парковок, детских и контейнерных площадок, озеленение, установка наружного освещения, скамеек, урн и информационных стендов – все это обязательные элементы комплексного благоустройства дворовых территорий. Всего в этом году в порядок приведут 43 двора, 35 в Одинцовском районе и 8 в Звенигороде. В этом году в Одинцовском округе установят 12 новых детских площадок, еще 31 модернизируют. 9 игровых комплексов появятся в рамках губернаторской программы. Сейчас в разгаре конкурсные процедуры. К концу мая начнутся активные работы, которые пройдут в 4 этапа. Полностью благоустройство дворовых территорий в муниципалитете должно быть завершено до 30 сентября. Обязательное требование – это размещение информационных стендов, информация о проводимых работах. Потому что жители очень часто не в курсе от того, что делается, не проинформированы должным образом и, соответственно, не знают, какие будут сделаны элементы благоустройства и кто, самое главное, может на этот вопрос ответить. То есть контактные телефоны обязательно должны быть. В Одинцовском округе проживают 26 тысяч школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Из них по плану активно отдохнут в летние каникулы 80%. На эти цели из бюджетом Московской области выделено 15 миллионов рублей. Из муниципального – более 21. В лагерях с дневным пребыванием в 51 таком лагере у нас отдохнут 2197 школьников, что на 645 школьников больше, чем в прошлом учебном году. Кроме того, Одинцовские дети поедут в летние лагеря в Подмосковье, Анапе, Крыму. А кто-то предпочтет провести каникулы с пользой и выберет трудовую бригаду. За один месяц работы подросток может заработать около 8 тысяч рублей. Все документы в таких бригадах отформляются совершенно все в точности с российским законодательством. Инновация уже с прошлого года. Наши школьники получают разрешение от управления опеки и попечительства. Обязательно они оформляют медицинские документы, регистрируются в пенсионном фонде и открывают в счет в сберегательном банке. Подать заявление на получение путевки в летний лагерь с этого года можно только в электронном виде. 70% из них получат дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, остальные 30 – одаренные школьники. Чтобы система была максимально прозрачной, глава муниципалитета Андрей Иванов поручил создать комиссию, на которой каждый пакет документов будет рассмотрен в индивидуальном порядке.